Что такое ГТО и к неудовольствию многих, как к нему готовиться? Итак, про ГТО знают те человеки в возрасте от 40 лет. Крепкий, плечистый, в кожаной кепке, знак ГТО на груди у него. Так вот, для ГТО в свое время нужно было трудиться, реально трудиться. Я к нормам значка ГТО золотого не подошел никогда. Хотя, после Пушкина, а был у нас классный преподаватель в институте, я пробежал 200 метров на отлично. А в плавании со мной никто не сравнился. Но, простите, по подтягиванию и по выходу силы и по подъему с переворотом я был, скажем так, не в идеале. А вы, наверное, про это забыли. Так вот, по сути, детишки наши. Ибо, коли дело было то нормальное, первенец мой в СССР был уже 23 годиков от роду. И начал бы это понимать. Но в связи с тем, что наше государство Российская Федерация, другому единственному сыну моему, не так уж много лет. Теперь вопрос, кто здесь давал ГТО на золото? А мне кажется, что немного таких лет прошло. Хотя, по сути, что такое ГТО для таких ребят? 8 подтягиваний, подъем ног, маленький канат. В общем-то, ничего сложного. Но уж не так. Возможно, они хотят. Но грустность наша их травит. Я по телефону только болтаю. К слову, мобильный телефон должен вам обеспечивать общение, а не сидеть и ждать ответа. А то, что у них сидят и играют сутками, ну, я считаю, это неправильно. Ведь дома есть компы. Порастянулись, сделали уроки, играйте. А чем вы занимаетесь? Бред. И вот вам правило. Золото и серебро здесь практически никто и не получил.